Шалом! В эфире программа «Вопросы на вопрос». И сегодня мы решили поговорить о книгах. Книга для евреев значит очень многое. Это признают и другие народы. Например, мусульмане называют евреев народом книги. Поэтому понятно, что книгам, их чтению, издательству и собиранию уделяется в еврейском народе очень большое внимание. И я рада представить наших сегодняшних гостей. Это Данил Данилов, исполнительный директор фонда «Стмеги». Добрый день! Здравствуйте, Данил Ильич! И Данил Кукулиев, руководитель издательства «Амалданик». Здравствуйте, Данил Амалович! Я хотела бы для начала определить, а что лично для вас означает понятие книга? Когда в первый раз вы поняли, что это, и какая была реакция, с чем это было связано? У меня с молоком, я не знаю, матери или отца, потому что у меня папа писатель, мама библиотекарь. И в моей семье всегда присутствовала книга. Поэтому она никогда не покидала меня, скажем так. А у вас, Данил Ильич? Начну с того, что каждое утро, одевая туфелин, мы открываем книгу, сиду, читаем молитву. Книга всегда сопровождает евреев. А горские евреи, как часть большого еврейства, они подтверждают ту истину, что евреи, народ книги, горские евреи, народ книги. Только в прошлом, в 2017 году, горскими евреями выпущено 25 книг. Вот нашим небольшим субэтносом 25 изданий вышло авторами книг «Горские евреи». А вот за два с половиной года я, как стал вести учет, 50 книг уже на сегодняшний день. 16, 17 и часть 18 года. А есть ли сегодня смысл вообще заниматься изданием книг, как именно книг в классическом понимании этого слова, то есть на бумажных носителях, переплетенных и так далее? Или все-таки все сейчас съезжает в интернет больше? Ну, это как всегда, прогресс движется вперед. Совсем недавно говорили, что телевидение заменит все. Как мы видим, пока еще не все. Но мы ждем, когда это произойдет. Так же и с книгой. Когда-то их писали на дощечках, когда-то на бумаге. Может быть, когда-то будем писать на экранах наших мониторов. Все меняется. То есть, вам не кажется, что нынешние технические изменения, они как-то повлияют на саму идею книги, на процесс создания текста, на процесс создания книги? Или повлияют? Мы в любом случае выражаем свои мысли. И мы их должны как-то изложить. Какой будет способ изложения своих мыслей, он может меняться. Все зависит от того, как эти мысли будут восприниматься окружающим. Если окружающие смогут улавливать мысли на расстоянии, без написания текстов, наверное, будет когда-то и так. Но пока мы пишем, пока пишем на бумаге, пока бумага является очень приятным тактильным видом нам, скажем, к которому мы можем обратиться. Поэтому на сегодня, я думаю, что на ближайшую перспективу, по крайней мере, на наш век бумажных носителей точно будет достаточно. А вы как считаете, Данимович? Я не сомневаюсь, что книга всегда будет нужна, имею в виду, на бумаге. Так мы занимаемся оцифрованием реальных книг, бумажных книг. Собираем литературу горских евреев на бумаге, книжные, книги бумажные. Потом передаем издательству «Амалданик», они оцифровывают эти книги. Или же передаем в Центр Шалуми, они озвучивают эти книги нашим партнерам. И издательство «Амалданик», и Центр Шалуми, и партнеры фонда «Стмеги» в создании электронной библиотеки и аудиокниг. Какую роль книги играют в сохранении культуры горских евреев? Потому что культура может передаваться различными способами. Вот недавно у нас была программа, мы говорили о музыке, о духовности, еврейской духовности, связанной с музыкой. Вот сегодня мы говорим о книгах. Какую роль именно книги играют в передаче горской культуры? Играют очень важную роль. В том числе и музыкальная литература. В том числе и музыку надо перенести на нотную тетрадь. Ну вот музыку уже перенесли, с музыкой мы разобрались. Теперь всё-таки вот книги. Вот почему книга? Что делает книга такого, что не может делать ни музыка, ни изобразительное искусство, ни какие-то традиционные вещи, передачи просто традиций непосредственно религиозных? Что делает именно книга? Книга, на мой взгляд, сохраняет для истории, для будущих поколений, саму историю. Традиции, обычаи, обряды, культуру народа. Лучше, чем книга, надёжнее, чем книга, сохранить это невозможно. И вообще архивные работники, и вообще учреждения, они всегда хранят документы и на электронных носителях, и на бумажных носителях. Должна быть, как бы, не то чтобы взаимозаменяемость, должна быть подстраховка, что если мы так все кинулись в электронные носители, то с ними может что-то случиться, вирус там и так далее, и так далее. Пусть будет и на бумаге книга, пусть будет и в электронном виде книга. Пусть будет и аудиокнига. Кому как удобнее читать или слушать. Едет человек за рулём, он слушает. Сидит дома на диване, он читает. Поэтому мы должны создавать всё, что нужно людям. Людям нужны книги на бумаге, другим людям нужны электронные книги. Метро, обратите внимание, я ездил на общественном транспорте, все читают на электронных носителях. Кто-то слушает аудиокниги, а кто-то хочет почитать живую книгу на бумаге. Насколько важно именно существование литературы горских евреев, книг на джури, для того, чтобы культура горских евреев продолжалась? Я, может быть, здесь начну с того, что соглашусь с Данилом Личом, что помимо книг, помимо электронных носителей, необходимо тоже переход на львов. Данил Ильич очень правильно сказал, что помимо электронных носителей, которые сегодня стали модны, надо сохранять и бумажные носители для того, чтобы как-то диверсифицировать риски сохранности. Естественно, что электронные носители могут быть утрачены, так же, как и бумажные носители. Это очень правильно. Но, как таковая книга, если говорить, то она самостоятельно, в отрыве от всего, это особо ничто, если не говорить о том, что евреи и народ кризис, хранившие Тору, как Тору, книгу. Сегодняшние книги – это во многом, скажем так, мысли автора, которые либо актуальны на сегодняшний день, либо актуальны в будущем, либо уже неактуальны. И от этого зависит то качество книги, которые сегодня выпускаются, в том числе и горскими евреями. Но необходимо понимать, что все наши действия, которые мы делаем, они для чего-то нужны. И то, что люди пишут книги, это очень хорошо. И то, что у горских евреев столько много писателей, вдумчивых людей, которые способны выразить свои мысли на бумаге и оставить их потомкам – это тоже очень здорово. И это важно. То, что сегодня фонд СМЕГИ реализовывает проект по оцифровке книжных изданий – это требование времени. И очень важно, что мы идем в ногу со временем. Мы получаем большие массивы информации, с которыми можно работать. Не каждый человек, который будет заинтересован в изучении культуры горских евреев, в осмыслении наших будущих, о наших прошлых действиях для создания чего-то будущего, ему необходимы, естественно, материалы. Материалы разрознены. В электронном виде они собраны вместе. Это тот важный аспект, ради которого, я так понимаю, и создана была электронная библиотека горских евреев. Создается библиотека горских евреев. Ну и важно отметить, что этот проект, создание электронной библиотеки, он нашел поддержку на самом высоком уровне, потому что этот проект выиграл грант президента России. Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом проекте и о том, как вообще шла работа над получением гранта. Начало работы было положено на Германом Брожбиловичем Захарьяевым. В 2014 году он распорядился приступить к собиранию единой крупной библиотеки горских евреев. Ну, прошло где-то два с половиной года, и мы собрали около 500 книг, авторами которых являются горские евреи, и книг, которые посвящены истории и культуре горских евреев. Потом Герман Рожбилович распорядился приступить к их оцифрованию и озвучиванию. Создание аудиокнига. На этом этапе вы присоединились к этому проекту, да, на стадии оцифровки или раньше? Ну, в принципе, тема создания электронных архивов, она всегда звучала в мировой прессе, и западные страны давно решают этот вопрос, в том числе и правительство России занималось созданием оцифровки книг намного раньше. Та же президентская библиотека, которая создается, это именно электронный архив, и я, поскольку участвовал в этих проектах, понимал, как это все происходит, что нужно сделать, это достаточно сложный процесс. И в начале 2013 года я направлял письмо Герману Рожбиловичу о создании проекта. И в то время, как Рожбилович подсвятил эту идею, и благодаря его усилиям сегодня этот проект существует. Насколько сложно было сделать такой проект, добиться того, чтобы он победил, а же, наверное, были сильные соперники и многочисленные? Наш руководитель, Герман Рожбилович, он требует профессионализма. И в качестве партнеров мы привлекаем самых лучших профессионалов, имеющих опыт работы, имеющих результаты, имеющих признание в этой сфере, в этой отрасли. Данила Амалович Кокулиев, он, как говорится, мастер этого дела. Много лет занимается оцифрованиями, у него есть книжный сканер, и он вообще в этой теме один из лучших в Москве специалистов. Это что касается создания электронных книг. А что касается создания аудиокниг, Шауль Семантов, руководитель центра Шалуми, он тоже имеет опыт создания аудиокниг, и несколько десятков книг он уже создавал, и они понравились пользователям, слушателям. И поэтому с помощью этих двух профессионалов нам удалось развить и продвигать этот проект. А заявки на участие в конкурсе президентских грантов и на участие в конкурсе грантов мэра Москвы мы подаем уже третий год. И, естественно, набрали опыта, вот с каждым годом более профессионально готовили заявку. Заявка тоже непростая, 25 листов почти научного текста и расчетов до последнего рубля, до каждого рубля. Ну, проект действующий, поэтому, видно, экспертное сообщество поддержало действующий проект, работающий проект. Ведь на момент подачи заявки для участия в конкурсе грантов президента России уже на сайте СНМЕГИ было 250 электронных книг и 100 аудиокниг. И, видимо, эксперты, заглянув на наш сайт, СНМЕГИ, посмотрели и высоко оценили. Там 10 параметров, 10 критериев оценки. Ну, один из них это прозрачность проекта, его востребованность, его актуальность. В общем, мы, видимо, соответствовали всем этим критериям, что набрали достаточное количество баллов. Президентные гранты это свидетельство того, что все было правильно, все было хорошо. А скажите, пожалуйста, а вот когда проект завершится, на сколько, во-первых, он рассчитан? На сколько он время должен проходить? Это постоянно действующий проект, учитывая, что народ книги, евреи, горские евреи все время пишут книги, это будет постоянно работать. И это хорошо. Да. Ну, мы с помощью президентских грантов мы подходим к цифре тысячи. Тысячи электронных книг и 500 аудиокниг ну, где-то к концу 19-го, к 20-му году. Это, конечно, не вся литература горских евреев. Мы продолжаем работать в архивах, в библиотеках, мы продолжаем контактировать с нашими горскими евреями, с нашими друзьями, партнерами, с членами общины. Ведем активную переписку, пишем обращения, пишем статьи, создаем телепередачу. Можно сказать, прямо сейчас осоздаем? Я вот хотел бы воспользоваться возможностями телевидения, пользоваться случаем и обратиться к нашим горским евреям, живущим в разных городах и странах, чтобы не оставались в стороне, чтобы приняли участие в формировании библиотечного фонда. в домашних библиотечках каждого есть книги. Желательно для начала как-то сообщить фонд Стмеги, что есть в наличии из литературы горских евреев. Сейчас возможности есть и по электронной почте, и по ватсапу, и в социальных сетях везде есть страницы фонда Стмеги в фейсбуке и Вконтакте, в инстаграме, в других соцсетях. И на сайт Стмеги можно писать, открыто обращаться, что да, вот у нас есть, мы можем вам, если нужны эти книги, мы можем внести свой вклад в формирование единой горско-еврейской библиотеки. Это будут новые книги добавляться на сайт Стмеги или будет сделан из-за какого-нибудь отдельный интернет-ресурс, проект именно вот для электронной библиотеки? Этот ресурс создан, он на сайте Стмеги, целый раздел есть, на сайте Стмеги очень крупный раздел библиотек. Вот надо просто зайти на сайт Стмеги, найти библиотеку и зайти в библиотеку, и там уже есть разделы книги, аудио, книги, газеты, журналы, собрание сочинений наших авторов. Есть авторы, которые две книги написали, Симах Шейда, автор трех книг уже. Люди пишут, мы их собираем, группируем, чтобы легче совершить. у нас работает группа программистов, которые постоянно работают над совершенствованием сайта, над логистикой, над получением поиска, облегчением поиска нужной книги. Но я бы хотел сказать о том, по поводу того, когда этот проект закончится. Дело в том, что когда мы говорили еще в 2013 году об этом проекте, то это только одна из частей. Речь шла о электронном архиве горских евреев. Куда могли бы войти книги? Это то, что сейчас мы делаем. Есть еще масса информации, которую также можно оцифровывать и сохранять для заинтересованных. Для заинтересованных сегодня, для потомков, которые будут заинтересованы. Только печатную информацию или какие-то еще ресурсы? Дело в том, что помимо печатной информации это не только книги, это плакаты. У нас есть масса артистов, художников и так далее, которые... Фотографии, наверное. Совершенно правильно. Фотографии, старые открытки, те же документальные источники. Есть интересные люди, у которых осталось достаточно много старых писем, не знаю, как, старые, там, кто-бат, ну, не знаю, что там из арсенала того, что старые книги... Это что называется семейные архивы? Семейные архивы, совершенно правильно. Это тоже интересно для исследователей, и это тоже позволяет в дальнейшем понимать, как, что происходило, каким образом выстраивались те или иные отношения. Есть города, которые сегодня практически разрушены, но там хотя бы остались стены, синагог, которые также можно фотографировать, и сегодня есть инструментарий для этого, и также сохранять в электронном виде для того, чтобы можно было это потом посмотреть. Кроме стены остались кладбища. Кладбище, совершенно правильно. Главное возможность искать своих реках. Главное правильно зацепить, тогда этот ком начинает вырастать. Есть музыка, которая также меняется, и есть, сегодня еще сохранились на бобинах старые записи. есть записи сказителей, которые рассказывали сказки, и сказки в том числе на языке. Их интонация, голос, это все тоже можно сохранять. И массива для сохранения очень много. Дальше важный вопрос, а что делать с этим массивом? Как предоставить доступ пользователю к этому массиву, чтобы пользователь мог легко найти необходимую информацию и дальше с ней работать? Это тоже важный вопрос, который нужно решать в рамках этого проекта. И так далее, и так далее. Поэтому, если начинать этот проект рассматривать как глобальный проект электронного архива горских евреев, то там есть над чем работать, и достаточно много сфер, на что нужно сегодня влиять. Как вы считаете, реально такую большую задачу решить? Какие усилия для этого потребуются? Сколько лет? вполне реальная задача, она нам как говорится по плечу. Я уверен, что мы это сделаем, мы это сделаем, мы этого достигнем. Тем более, у нас есть поддержка даже со стороны фонда президентских грантов, который увидел в этом проекте полезность для общества и для государства. есть поддержка со стороны нашей общины. Большая часть из уже 650 книг, собранных в Единой библиотеке горских евреев московской, большая часть предоставлена гражданами в ДАР, членами общины. Прислались с Америки, с Европы, с Израиля, с Кавказа, с Азербайджана, с Кубы. Я не могу рассказать это на Шаксакал старейщиной общины Исаак Хаимович Нисанов из своей домашней библиотеки, а у него большая прекрасная библиотека. Он сформировал целую коробку самых таких важных для нашей общины книг и прислал из Кубы в Москву один из первых. Я готов назвать имена десятков людей, которые прислали и свои книги, и книги своих родителей, и собранные просто книги в библиотеке присылают. Это всенародный проект. Этот проект фонда Стмеги, инициированный и поддержанный Германом Захаряем, в конечном итоге поддержала вся община. Никто не остается в стороне, поступление книг продолжается. И полезность есть. Многие ученые, даже из других стран, уже обращаются необходимой литературой именно в электронную библиотеку фонда Стмеги. Потому что там 39 книг по истории горских евреев в одном месте. То есть не нужно искать в других библиотеках, в разных библиотеках ту или иную книгу. Надо зайти на сайт Стмеги, в раздел библиотека, сборник книги по истории горских евреев, и там все 40 книг по истории есть. Или же кто хочет язык джиури учить. На сегодняшний день в полке, отдельной электронной полке, 16 учебников, словарей, букварей, языка джиури. На сегодняшний день мы смогли пока только собрать 16, хотя там намного больше написано, создано, и продолжают создаваться учебники, продолжает создаваться, продолжается создание словарей. И насколько я понимаю, здесь тоже будет какой-то принцип снежного кома, то есть как только начнется эта работа, тут же будут нарастать уже какие-то другие проекты, другие возможности, и будут появляться все новые книги, документы. Это так? Я думаю, что проект останется тот же, просто задачи проекта будут немножко меняться. Будут меняться подходы к проекту, потому что вот еще есть такой момент, что горские евреи это же не обособленные люди, которые там жили за какой-то каменной стеной. Были те вещи, которые их окружали, были те люди, которые их окружали, была та культура, которая их окружала. И это тоже интересно рассматривать в комплексе, потому что то или иное влияло на евреев, которые жили там либо в Кубе, либо в Касавюрке. Это тоже немножко разные вещи, которые тоже, наверное, были бы интересны для глубоко копающих людей. Но это классический пример, что вот все знают, что знаменитый комментарий Раши к пятикнижу, к Хумашу, и его очень любят специалисты по старо-французскому языку, потому что когда Раши писал свой комментарий, то он очень многие термины, которые были на евреите, были непонятны, он пояснял именно старо-французскими словами. И вот именно в этих комментариях эти старо-французские слова и формы, которые уже нигде больше не появляются, они там есть, и ученые их оттуда берут. Я больше чем уверена, что наверняка в наследие горских евреев, тоже специалисты по фарси, по турецкому, по другим языкам, тоже найдут какие-то для себя интересные вещи. Поэтому у этого проекта, я считаю, большое будущее, большие перспективы, и если к нему подойти, что называется, полномасштабно, и может быть делать поэтапно все это дело с общими перспективами и видением наперед, то я думаю, что это будет гранди-режечный проект, который затмит многие-многие другие проекты. Дай бог, спасибо вам большое за интересный разговор. Напоминаю, что сегодня нашими гостями были Данил Данилов, исполнительный директор фонда Стмеги, и Данил Кокулиев, руководитель издательства Молданик. Большое вам спасибо за интересный разговор, и мы, команда программы «Вопросов на вопрос», прощаемся с вами до следующей передачи. Всего доброго, Литраот!